эй привет всем и добро пожаловать обратно варлок ненавидит свою жизнь я я в ярости превратив свою ярость в оружие сделать так что враги будут тебя бояться одного твоего вида будет достаточно для того чтобы положить дикий ужас в сердца твоих врагов разрушит сделай все для того чтобы они познали всю всю печаль адского пламени все что они могут почувствовать я не знаю чем я говорю мы быть мы выиграем мы выиграем мы как минимум пройдем достаточно далеко для того чтобы я был доволен своим хотя бы чем-нибудь я опять буду делать билд на поменяй поменяй местами оружия поменяй я опять буду делать билд на фиол и я не буду брать здесь замораживающую хрень потому что я даже не уверен что я умею ей пользоваться даже если умел я пользоваться это не подходит в билду который я хочу делать вообще мама мама почему почему эта игра такая сложная это не может быть дверь открыть со стороны ух вы можете слышать по моему голосу что я в бешенстве и это хорошо это хорошо намного лучше быть в бешенстве чем в отчаянии и вот это кстати то что я пытаюсь в обычной жизни тоже использовать в пустыне реальности когда у меня что-то не получается я вместо того чтобы ныть и тому мне не получается я не могу что кстати я никого ни на кого не наезжаю кто так делает но это факт того что я очень не люблю вот этот процесс когда у меня что-то не получается я начинаю злиться я начинаю беситься я начинаю приходить в неистовство но я никогда не впадаю в уныние поэтому игра а игра ты не знаешь с кем ты связалась твои попытки меня вывести из себя они они для тебя плохо закончится я тебе говорю это сто процентов они для тебя закончится плохо я буду делать билд на продолжать делать билд на фиол я буду продолжать делать билд на лук с бесконечными стрелами поехали я буду продолжать делать билд на то чтобы мы где-то один свиток пропустили у нас нет времени мы все равно не успеем долго я пробовал на первом этаже но постараемся набрать чуть-чуть скорость на следующем для того чтобы был шанс так во первых это обязательно воскрешалку надо брать обязательно я постараюсь сделать все равно билд на фиол я постараюсь сделать билд который будет бить противников издалека я постараюсь может быть разрезатели сухожилий разрезатели сухожилий не совсем то что нужно было нам не знаю посмотрим мы не успели в комнату на время я даже туда заходить не буду вот это она туда идти смысла нет нас лук с бесконечными боеприпасами вообще мы можем половину врагов расстрелять просто так издалека даже не подходя чем я и собираюсь заняться чем я и собираюсь заняться в ближайшее время идите все а он не я вижу что ты пытаешься сделать игра ты пытаешься сделать так чтобы я потерял уверенность в своих силах типа а сейчас у него пройдет запал и он наконец лососнет в тунцах нет нет игра без шансов ну кстати хочу сказать что у нас очень мало свитков поэтому этот этаж будет сложнее чем раньше но у нас есть очень хорошее дальнобойное оружие она не очень хорошая но но как раз вот для меня то что нужно для такого как я что месье вот так вот почему это именно то что нужно для меня потому что я могу места которые для меня сложные просто отстреляться ау 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 окей подожди 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 сейчас возьму свиток момент продолжаем брать фиол не они собак все у нас нет баночек сейчас мы не пройдем прогулочный двор заключенных это будет нечто чего давно не случалось а может и недавно и случалось честно говоря что так не вспомню мне кажется какое-то время я уже уже так не тупил надо было цепишь не менять вот просто цепишь по моему тоже фиолетовая пушка или вообще есть ли ближнебойное фиолетовое оружие а нет не они не я думал там можно приземлиться там нельзя приземлиться там просто нельзя приземлиться просто нельзя приземлиться почему такие убей пожалуйста его да что ты воскрешалка потрачено знаете что воскрешалка потрачено зато мы живы я видел что там осталось золото я не буду возвращаться нет я буду умнее и вижу сколько у меня здоровья я вижу что даже например наступив на долбаную наступив на что-нибудь наподобие шипов я просто сдохну пожалуйста очень плохой забег я вам вот что скажу просто отвратительный пока что дайте мне здоровья а у нас здоровья на один удар он не то чтобы это было непривычно как вот прошлый забег закончишь так его и проведешь слышали так новые проведешь слышали такую поговорку вот это это про меня 50 процентов урона по отравленной цели 25 процентов поглушенной цели замороженной цели хорошо попробуем это 8 здоровья но если мы сейчас умрем то мы опять же умрем хотя бы в начале забега и я знаете что какая разница мы все равно умрем с одного удара давай 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 нам все равно не жить скорее всего легендарное сбалансированное литвие бесцветный ваш наивысший уровень применяется к этому предмету вы получаете плюс 20 процентов урона плюс 50 процентов урона когда же ваше здоровье на максимуме окей слушай это получается меч который может работать от фиола интересно осталось только дожить и еще одна мясорубка вместо пехотной гранаты снова я делаю наверное ошибку и беру два предмета два одинаковых активных предмета я знаю я вижу и я одновременно еще вижу что эти два предмета могут нас спасти например вот так бам 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 смотрите я вижу как они наносят урон поэтому меня не обманешь рубиновый амулет пикирующие атаки воспламеняют землю круто лови ассасин я даже промолчу по этому поводу а игра да у тебя же есть чувство юмора да что ты меня только что сделала еще злее но я я в расстройстве и это наверное чувствуется в моем голосе слегка вау у меня были большие надежды на забег они к сожалению не оправдались от нормально это нормально мы это переживем и мы двинемся дальше уничтожая все на своем пути спартанские ботинки не 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 это чё защит щит нокаута вову я праву тальчит слышал что он хороший знаете что давайте щит пускай будет он так стоп там тупик там внизу тупик не ходить туда а наверное надо вот здесь налево если мы хотим идти в сторону прогулочного двора может стоит забежать в может стоит в таком случае забежать в коллекторы раз не получается прогулочный двор может быть в коллекторах я себя почувствую уверенней если смогу их пройти уже поздно мы уже идем в сторону двора поэтому такие дела брат любовь что попробуем близнебойный билд а давай и не будет билда на фиол он явно не работает но опять же определение безумия делать одно и то же и ожидать других результатов поэтому мы не будем этого делать мы сделаем зеленый билд я без понятия будет работать но это будет как минимум что-то другое потому что два видео подряд всасывать так как я всасывал я не хочу и отказываюсь одна клетка класс одна мутация доступна так что у нас есть в зеленых мутациях есть лечение при убийстве врагов давайте лечение при убийстве врагов я не знаю как делать зеленый билд правильно наверное это самый сложный билд что мне так кажется потому что по моему зеленые навыки так как капканы которыми уж я совсем не умею пользоваться я сделаю все что в моих силах нет более того я сделаю больше чем в моих силах как только найду дверь с таймером сразу начну делать все что больше чем мэйси он пошел за мной вы видели он прыгнул за мной и разбился его идиот теперь мы хилим ся убивая врагов я понимаю ну физически что это значит я понимаю что мы буквально хилим ся убивая врагов как это применять замечательный вопрос ну как минимум мы можем себе позволить несколько более агрессивные агрессивную игру с противниками потому что подлив не попал как потому что мы можем восстановить здоровье при этом здоровье мы восстанавливаем немного это надо учесть здесь нет ничего здесь есть огненные головешки которые не подходят для нашего билда ну что у нас опять же зеленый билд и не буду брать ну я буду подбирать приметы если они на халяву лежат бесплатный но я не буду платить золото за шмотки которые нам не подходят мне кажется что самая моя большая проблема в dc это то что я неправильно использую щиты не то что я меня там не умею ими пользоваться или еще что то то что я я не знаю откуда это у меня привычка по моему примерно знаю но я удивлен что она у меня так хорошо выработалась после неудачного блока после неудачного парирования если я вижу что парирование не получается то я перестаю держать кнопку блока и пытаюсь перекатиться в dc это не работает работает замораживающий граната дц это не работает или работает плохо потому что после этого сразу идет пропуск удар а привычка это выработалась ведьмаке потому что вот ведьмаке это и хорошая тактика от нее надо избавиться после того как я нажал кнопку блока надо продолжать держать надо продолжать ее держать до успешного завершения сего блока значит получается не туда не сюда у свиток силы я пропустил свиток силы хера я вам молодец вот так лучше же заблокировать часть урона чем вообще не заблокировать и тупо пропустить в лицо к этому надо привыкнуть а может лучше пытаться все таки перекатиться после неудачного блока но это я уже пробовал много раз и это не прокатывает что я хочу вторым красный вторым фиол вторым навыком должен быть фиол потому что пока что зеленых зеленых скиллов у нас мало да что ты ты упадешь или нет да хватит так вас пацаны вас сейчас я заморожу если вы не против потом оглушу и немножко убью да спасибо благодарю вас благодарю вас за сотрудничество немного медленнее мы движемся по этажу чем мне хотелось бы ай по-моему достаточно быстро для того чтобы успеть открыть дверь с таймером так о я вижу что это граната она имеет зеленый оттенок я ее возьму вместо вместо заморозки все-таки оглушение интересней во всяком случае для этого билда что-то недостаточно высоко портанулись два еще выше спасибо благодарю вас а капкан щит нокаута 2 атака сразу после парирования носит 300 процентов урона у если него бы не против вау по моему только что вы увидели в работе мастера игры в децелс так ты умрешь спасибо и ты умрешь я только что так хорошо спарировал я прямо в шоке сам себя и у нас есть теперь зеленая граната окей я ошибся не только капканы бывают зеленые гранаты тоже чё там лежит золото золото не стоит того чтобы терять секунд 10 эти 10 секунд это может быть два свитка так что у нас 21 клетка о наконец-то мы открываем третью лечебную флягу в этом забеге не прямо сейчас но в этом забеге открываем и давайте 16 здоровья после парирования щитом full build на парирование ну что ты делаешь мы сейчас время не теряем конечно ну теряем физическое время которое вы смотрите это видео но сама ви саму само время забега не теряем для открытия таймеров и дверей тюремная крыша там по моему восемь минут закрывается дверь так что мы очень по расписанию прямо супер оглушающую гранату можно даже носить с собой без без за уровней в фиоле пожалуйста тунца тунца моего у вас о сайте мне было кстати сказано что хватит про тунцов говорить я понял вас что я еще хочу в этот билд чтобы я сюда добавил заменил бы я оглушающую гранату на вторую гранату которая наносит урон зеленую наверное да потому что я сейчас собираюсь по полной зарядиться зелеными свинками и наверное в этом случае уже оглушающая граната будет в разы хуже преимущество зеленой гранаты в том что у нее очень большой радиус классно и за счет этого большого радиуса она нам поможет именно контролить толпу билда наших оружий он идет именно на бой с отдельными одиночными врагами а когда их несколько 10 20 30 тут мы уже будем всасывать потому что там особо не запарируешь поэтому у нас должны быть мощные навыки способные разнести в клочья врагов без нашего участия ну или например птичек завалить давай мне еще одну пехотную гранату возьму с радостью так красный и фиолетовый нет не то а ну продать не забываем про продажи это очень важно да вот этот взрыв именно он решает и мы с полным здоровьем прикольно слушай реально с полным здоровьем ходим все время разительное отличие от того что было до этого даже он вишенку подобрать не можем даже парирование щитом можно использовать для того чтобы убить врага оу-оу-оу птички подождите сейчас граната будет ох какая красота я думаю насчет того есть ли смысл например брать фиолетовый навык на фиолетовый навык на снижение кулдауна вещей я думаю что наверное нет ау мы уже нашли наш выход поехали я думаю что брать на снижение кулдауна все-таки не стоит прошу прощения дверь была закрыта так наконец-то моя лечебная фляга ура свершилось чудо 700 клеток нет давайте теперь пройдемся по шмоткам что еще из лука мне сказали хорошая а вот тяжелый арбалет так мы взяли два зеленых навыка и остался еще один воскрешалку мы уже взять не можем можно взять максимальное здоровье не знаю 60 урона рядом с вами враги возьмем снижение кулдауна именно для тех случаев когда нас окружат птички и остальные проклятые твари потому что я себе не доверяю с ними хорошо справиться по идее с незавершенным проблем не будет по идее потому что потому что парирование а да и у нас же следующий удар после парирования наносит тройной урон оу-оу пацан 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 иди нафиг знаете что хил хил вот я мог бы намного лучше против него стоять если бы так сильно не тупил озучился парировать уже хотя с чего бы непонятно я все равно не понимаю как сквозь него проходить когда он свою фишку делает с прыжком ой не с прыжком а когда он красным цветом горит да не сравнить вообще в легкую даже не сравнить с тем что мы выделывали против него с с разрезателями сухожилий и еще какой-то хренью так 34 клетки должно хватить еще какую-нибудь пушку разблокировать хотя знаете что мы можем сейчас все получить что-нибудь здесь например капкан о граната вот она о детка давай мне вторую такую гранату теперь у нас две супер гранаты и остатки в кинем мы тут что-то блокировали а тяжелый арбалет я думаю что это тот забег когда у нас могут быть все шансы причина ровно одна мы заряжены очень нехило для туманного фьорда в туманном фьорде билды на вот по моему опыту билды на да ты чего на навыки они немножко всасывают а я думаю что наш билд на ближний бой и на выживание как раз то что нужно здесь очень много врагов чуваки из которых выпадают слюняки они будут нам хилить наверное больше чем 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 наносить урона не знаю насколько этот билд будет хорош потом не туда когда мы дойдем до замка но я знаете что будем думать о замке когда мы до него дойдем пока что мы туда не очень часто попадаем поэтому я я выберу не размышлять над прям вещами которые которые сейчас не актуальны вот что сейчас актуальны то что против толпы парировать очень сложно как я уже и говорил с этим будут проблемы с птичками будут проблемы пехотные гранаты как-то решают всю эту ситуацию и в принципе то что мы теряем здоровье для нас не очень не страшно не вы не понимаете я не могу здесь умереть вы чё пацаны хилься просто парируем да все проблема решена чего хоть ох выживание тактика получаем урон весь получаем урон наносится ближайшим врагам кидать бомбу при перекате ну бомба при перекате мне честно говоря не очень нравится и ну просто потому что она отвлекает меня каждый раз когда я перекатываюсь зато бонусы пассивные от него просто супер да что ты будешь делать зомби прыгают как-то неравномерно иногда быстрее иногда медленнее или мне так кажется с непривычки оу свиток я вижу я вижу свиток давай нам еще зеленого 10 урона мы вас 10 здоровья мы восстанавливаем каждый раз когда убиваем врага по моему я каждый раз буквально каждый раз на этих товарищах получаю урон я имею ввиду слизняков нет тебя надо парировать и тебя надо парировать бей меня я клянусь я тебя парировал знаете что в последнюю флягу да в какой же момент это парирование должно срабатывать для того чтобы я успевал его сделать у меня плохо очень получается парировать пиратов вообще никуда не годится может нахер это парирование вся 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 вторая бомбочка отойдет проходите все налево все налево о прямое попадание двух бомб ваншоте пирата и это меня радует пожалуйста не надо проклятых сундуков пока у нас нет полного здоровья нам выгодней буквально каждого врага парировать ну конечно это получается не всегда а нет спасибо знаете что возьмем и продадим я бы наверное сменил оружие я вижу что это конечно зеленое оружие как бы зеленое оружие как раз подходит нам к билду но есть же должны быть другие зеленое оружие тоже а нахер я беру фиол когда у нас больше ни одного фиолетового навыка да что ты кто мне расскажет зачем я беру фиол когда фиолетовых навыков больше нет хороший вопрос просто замечательный наверное лучше брать ау ключ от деревни наверное в таком случае мне выгоднее намного брать красные навыки красные скиллы красные свитки ну и все остальные десять тысяч названий которыми я их обзову ничего в магазине не нравится все не то и все не так когда твоя девушка не девушка ах кулдаун 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 куда полез до свидания мистер пират миссия пират нужно больше зеленого нужен весь урон весь дамаг который можно придумать он весь меня будет заморозка не катит уиииии жаль что никто не подвернулся как то так да хватит больше всего бесят кусачие слизняки просто ненавижу их вот вот эти вот давай вот эти вот они так быстро атакуют я тупо не успеваю я тупо не успеваю бить наверно их вообще лучше просто парировать тупо я не пойму как как с ними бороться абсолютно не врубаюсь может быть надо прыгать но подпрыгивать и бить вниз ударом опять опять они меня ударили что это такое мне кажется что мы кстати нашли проход дальше а вот он ключ от деревни использован подожди я можно было здесь его использовать а можно было в другом месте очень интересно там наверное какой-то специальный там наверное какой-то специальная локация какая-то но по-моему этот забег идет намного лучше этот забег идет просто замечательно 40 лет так что я хотел тяжелый арбалет окей давай посмотрим на него так так процентов урона по отравленной цели бросает гранату давайте возьмем его у вау я возьму его вместо сил кунчика сил кунчик один мягко говоря не очень поэтому и пускай будет восстановление золота прокачаем они уверены что это самая лучшая идея взять дальнобойное оружие вместо щита но вместо сил кунчика мы попробуем в часовне нету больше большого количества врагов там много одинарных врагов одиночных и может быть это неплохая идея конце будет ассасин его мы будем убивать слушая арбалет против него должен нормально зайти на самом деле смотрите какой у меня план бум ваншот короче мы играем с дробовиком ну точно doom я собираюсь подходить и убивать всех те кто не умирает я убиваю вторым выстрел а у нас все еще есть щит месье позвольте кто-то умер кто-то умер еще раз получается на самом деле не так круто я рассчитывал у нас тут колок дути сейчас самый натуральный кидаем гранаты стреляем из дробовика самый натуральный главное успевать дробовик зарядить если что-то что увеличивает скорость атаки дробовиком ну знаете что мы еще можем делать мы еще можем парировать а потом стрелять вот кстати я думаю что это как раз то что нужно что ты делаешь прекрати я имею ввиду мы можем сделать выстрел потом да потом парировать а потом уже продолжать снова стрелять или мы можем вверх кинуть две гранаты и кого-нибудь тупо убить иди сюда так как туда попасть пацан улетел далеко ну что постреляем что-то он не стреляется вау идем куда у нас заходим бум бум стоять это полиция омон беркут блокирование что-то хрень какая-то а не билд надо было вместо щита брать арбалет но уже поздно может у нас будет еще шанс поменять но я не уверен что мы с этим билдом сможем что-то сделать вау вау я не уверен что с этим билдом мы что-то сможем ассасину сделать хотя хотелось бы если я его смогу убить с этим билдом я себя почувствую просто гениальным игроком хотя если я буду грамотно парировать то все будет в полном порядке новая мощная граната ну-ка ну-ка урона а ну надо вот это менять полюбасу гранату третьего уровня нахрен я думаю что теперь две гранаты будут ваншот от любого врага до этого у них чуть-чуть оставалось здоровье и поэтому почему почему такие проблемы почему мои гранаты не ваншот да что ты я даже не видел эти шипы у нас три тысячи здоровья вот что я вам скажу это радует мы хиляем здоровье при убийстве правда из этих трех тысяч мы теряем такую такой детселл что просто хоть хиляй хоть не хиляй все равно получишь ни хрена зато я думаю что мы в правильном направлении движемся а не 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 иди нахер мой дорогой сундук я с тобой даже разговаривать не буду а мы все-таки в тупик пришли так если отсюда пойти направо там есть сундук наверно 9 надеюсь что обычный сундук проклятые сундуки не отсюда пойти направо ну да будет сквозь стену я пока что вообще не ориентируюсь в часовне она меня путает у если вы не против я возьму этот цветок а а вот он ключ требуется ключ часовщика эта дверь заблокирована умрем здесь чего думал стоял полчаса непонятно окей у нас есть шанс сменить арбалет так теперь думай тяжелый арбалет классно но все-таки это наверное безумие с ним ходить мы побегали оно не так уж плохо все было теперь я думаю что самое время его сменить как раз щелкунчик улучшенный после парирования щелкунчик наносит две с чем-то тысячи урона это же просто жесть мы же не можем этим пренебрегать я вам отвечаю что я вас парировал всех я парировал вас я парировал вашу сестру сколько можно вот как то так ого немножко гранат что происходит мама почему почему их так много мама здесь слишком много противников я отвечаю вам вас слишком много идите все нахрен если я смогу хоть примерно так делать на ассасине в смысле парировать а потом бить щелкунчиком у нас все будет мы всех порвем пожалуйста окей так что взять еще максимального здоровья нет бери урон продолжаю увеличивать урон ну насколько я помню кстати у ассасина нету лимитов лимитов на дамаг ну таких как у таких как у чувака на черном мосту что я имею в виду это то что ассасину если нанести сто пятьсот урона то он эти сто пятьсот урона получит так где была дверь а у нас есть у нас есть возможность нанести сто пятьсот урона осталось только воплотить это в жизни осталось лишь воплотить мои коварные планы в жизни окей и сейчас будет ассасин видео получилось слегка длинное но я думаю что это норма 35 клеток надо нам что-то на ассасина подумай надо бы гранату новую а новый щит какой-нибудь может где мои щиты хер мне они щиты можно большой лук охотника или быстрый лук быстрый лук мне говорили хороший но абсолютно не подходит давайте у меня восстановление золота че уж раз мы его почти открыли и и остальное в этот быстрый лук ну что погнали пацаны сейчас посмотрим насколько хорошо я выучил свои уроки домашние и мы его уже один раз убивали и 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 а я зажимал кнопку хило я зажимал ее мой персонаж не хотел он не хотел он не хотел жить он разочаривался во всем что есть в этом мире прекрасного а при этом у нас есть прогресс мы дошли до ассасинов дошли очень хорошо билд мне очень понравился забег был интересный очень супер отличался этот билд от всех остальных Я был счастлив Может быть, надо было взять арбалет Может, не надо было очковать, а надо было продолжать ходить с арбалетом Я вот сейчас думаю, что, наверное, это было бы хорошо Потому что я тупо не успевал никак ассасина ударить Я парирую его удар И он сразу же телепортируется Я пытаюсь добежать до него, ударить щелкунчиком Я не могу Он телепортируется, он убегает, все То есть парирование бесполезно было абсолютно Хотя мы довели его до второй фазы Ну, ладно Вообще, забег был классный Я надеюсь, вам понравилось это видео Если так, нажимайте кнопку лайк внизу Также подписывайтесь И не забывайте нажимать колокольчик рядом с кнопкой подписаться Это нужно, чтобы вы получали новые видосы Я благодарю вас за просмотр Мы обязательно увидимся с вами в следующий раз